дорогие друзья всем привет сегодня я хочу такую небольшую провести видео прогулку по моему саду показать вам цветущие розы и не только есть много декоративных растений интересных какие сейчас цветут хвойники это первая прогулка здесь у меня декоративное хвойное растение просто декоративное растение есть много кустарников но в том числе розы сейчас цветет у меня роза green tea рядышко с ней роза род кепхен ярко-красно очень красиво сейчас у нас первое число июня наращивают побеги бутоны готовится к второй волне и розы которого сейчас покажу это вот так они цветут между волнами это роза парады очень обильно красиво отцвела сейчас готовится к второй волне тут у меня растет ива хакура нишеки очень красивая ива очень быстро растущая вот еще интересно у меня есть пихта на штабе я прошлом году за 100 рублей и покупала таким чахленьким саженцем откормила просимулировала и она в этом году уже так оклемалась наращивают новые веточки побегились и иголочки тут у меня в основном небольшие тойки елу риба это елу риба еще одна елу риба очень нравится не елочка санузы sky сейчас она весенний период у нее новые приросты такой ярко-белого бело-желтого оттенка и вот рядышком с этой елью санузы sky у меня еще одна елочка растет это ялака вот эту елку я купала в компании каптхоз два года назад родополучной ку маленький саженец тем не менее розочка розочка елочка приросла и вот он такая красивенькая в отличие от санузы sky елак год весной новые приросты ярко-желтого цвета санузы sky более беленькая а вот это более желтая тут у меня крупная белая роза мне досталось пересортом как и не определяла я не поняла не знаю что за сорт не две одинаковые очень крупные бутоны а что еще очень интересное хвойное растение хвойник это у нас сейчас посмотрю микробиота фосбол тоже был маленький саженцы ежегодный прирост сантиметров десять не более зимует хорошо до 3 4 климатическая зона давайте дальше посмотрим это у меня сосна дельфиниум новозеландский самшит в принципе наших условиях самшиты очень хорошая зимовка нет можжевельник горно сосна помилю вот еще есть у меня один можжевельник тут это я заказывала прошлом году в аптхозе название не помню но пока незрачный некрасивый очень красивый можжевельник еще раз подойду покажу это она на стелющийся вроде иголочки но он такой общем мягкий мягкий прям очень приятно трогать еще очень интересная елочка это ель соня вот у нее такая интересная форма это одна елочка она стелющиеся хвоинки голубые такая плотная очень мягонькая рядом ель голдаст в этом году давал прирост сантиметров двадцать все что я показываю я ничего не укрываю на зиму все хорошо зимует тут еще туя у меня такие шикарные садила на время осень не буду отсюда убирать потому что они уже очень большие они годовой прирост сантиметров в этом году начинают очень раннее цветение это ванил фрайс одна из самых беспроблемных гортензий гортензий я укрываю на зиму даже те гортензий которые полностью вымерзают у нее в принципе хорошо восстанавливаются наращивать но сейчас зайдем тоже покажу или следующем видео в одном видео все не поместится у меня есть гортензия дентель де корон которые ежегодно вымерзают полностью но тем не менее она ежегодно наращивает на упобеги не очень обильно и красиво цветет очень крупными бутонами тис симпераурера тис у нас средний зимой тут небольшие прирост вот тут у меня еще два можжевельника даже не два можжевельник 1 гипарисовик и вот там покажу это можжевельник из оптхоза многие спрашивают пишут показать саженцы из оптхоза вот эту можжевельник в принципе уже два года годовой прирост сантиметров 15 и большой кустик лаванды я выращиваю семян зимы лаванда у нас не зимует если зима в принципе теплая то может приземлить так сколько бы я не пыталась она не зимует розмарин выращиваю ежегодно в качестве специи тоже розмарин не зимует поэтому беру черенки перед зимой и потом приращиваю это кипарисовик из оптхоза по-моему можжевельник w альпс это тоже из оптхоза в принципе хороший можжевель хороший прирост в этом году я планирую в отказе на осень заказать побольше можжевельника хорошо они растут у нас гехера рафоса рафоса по-моему лимонник так называться это берис мюзи красная гехера и вот там наверно мы прошли не еще есть гехера капучино там сам начало вот гехера капучино ну если уж сюда дошли покажу вот у меня можжевельники это казацкий golden карт стелющийся можжевельник овсяница в принципе тоже гехера хосту роза ландора это пенсимон мистика фиолетовые листья цветет фиолетовыми цветочками такой покрасивый очень бузульник видите какие высокие у него стрелки еще есть у меня один другого типа тоже бузульник с круглыми листьями это бузульник от тела не знаю видно отсюда не видно вот тоже крупный красивый бузульник рядышком с бузульником и застеги вария гата вот это которая беленькая окантовочка у листьев очень быстрорастущий растение быстрорастущие прям заполняют все за один сезон заполняют площадку наверно в один метр вот еще один очень красивый можжевельник это средний грей олл можжевельник это очерток матрона вот еще один ярко-желтый можжевельник ландболы у меня несколько гехер посажено такая гехера такая гехера высокорастение это василий снег ну сейчас хосты у нас цветут молодила цветет вот тут у меня в середине тенечки посажены дармером зимует хорошо но такой декоративности красивости пока не имеет цветет ранней весной мелкими цветочками так тут еще есть интересная раджерсия она тоже у нас зимняя третья четвертая климатическая зона но особой декоративности вот тут вот красоты не имею потому что башня так не бросает и вот этой раджерсии уже по-моему три года вот небольшое необъемное растение за счет вымерзания тут у меня еще можжевельники вот первый можжевельник это монглоу я тоже заказывала в обдхозе следующие два можжевельника это блюэро между прочим вот туйка смракт я тоже заказывала в обдхозе смотрите какая она красивая не все растения вот ходят плохие есть много хороших хорошо прирастающих вот что по обдхозу могу сказать у меня вот еще гехера по обдхозу гортензии плохо плохие не очень хорошие вот в основном декоративное растение которое просто декоративное типа гортензии барбарисов они не очень у меня приживаются вот однако две гортензии заказывала одна погибла другая кое-как растет вот это монарда вот это растение декоративный кустарник миндаль флоксы скоро начнут цвести сейчас у нас уже цветут лилии такие красивые мне нравится очень такой нежно-розовый цвет в обдхозе я в основном стараюсь заказывать хвойники они действительно хороши хорошо прирастают так остильба и дэнс очень крупные листья должны быть поэтому когда купила еще пока не особо видела вот небольшая у меня лилия по названию нимфа 40 сантиметров максимум вырастает вот еще это вон сейфшот ярко-оранжевая должна быть полностью махровая не сильно видна еще две очень красивые лилии цветут у меня еще есть одна интересная лилия купила для разведения и больше посмотреть эти лилия априкот фаш вот такая нестандартная форма такой панчик тут у меня розы готовятся ко второй волне цветения гарден травмы первая вот самая в самом начале практически без бутонов уже мария терезой молнии и флеш с другой стороны у меня растут такие шикарные дельфиниумы вообще люблю дельфиниумы они очень неприхватливые хорошо зимуют они очень ядовитые ядовитые у них все и корни и цветы и побеги здесь у меня гортензия аннабель готовится к цветению еще барбарис бузуни с этой стороны подошли что тут еще расцветает у меня ваточник ваточник зацветает на второй год я его садила из семян констрации барбарисы лапчатки еще одна очень большая роза этому кусту уже 15 лет эта роза бургунги это очень интересное растение как-то один раз я увидела в садовом центре больше такой не привозили экзохорда ранней весной светет белыми шапками цветов еще молодой кустик один раз свел еще раз экзохорда овес гривастый декоративный я его завязала потому что он сейчас уже начинает дозревать и раскидывать свои колоски чтобы не особо они разлетались потому что если куда улетит колесо колосок куда упадет соответственно в следующем году там вырастет овес очень быстро распространяется как сорняк поэтому его нужно очень контролировать если на участке или на клубе планируете выращивать если не хотите чтобы он распространялся дальше то эти колоски нужно обрезать розовь ординальд чистец лобчатки вот эти между прочим первая и вторая лобчатка это тоже из отхоза у меня была еще там по-моему еще одна лобчатка то она погибла не призимовала а бастфуд лобчатка вот я уже покупала здесь монарда еще одна там у меня красная монарда вот это у меня монарда фиолетовая компактная сорт бифри лобчатка еще одна было соль более компактно сантиметров 20-30 высоту всего по центру здесь у меня растет газания это однолетник но красиво цветущий вот анстрация лобчатка белосоль не такая крупная обычно она бывает в этом году очень жарко и стухо цветы мелкие так они покрупнее более оранжевые ну и тут у меня тимья голди первый сейчас он светет и просто чабер очень похожи они между собой почвокровные растения рядышком у меня еще есть клумба с японскими розами и с английскими с другой стороны у меня высажены гортензии и еще по моему 4 розари если вам тоже интересно подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем пока